Так, ну что ж, предлагаю начать наш с вами вебинар, который посвящен дистрибутиву Linux под названием Astra. Ну и рад вам представиться, меня зовут Соколов Михаил, я являюсь преподавателем Центра Специалист, и наш Центр стал авторизованным центром, который имеет право читать официальные авторизованные курсы непосредственно от производителя. Но производителем является компания РУСБИТТЕХ, и продукт дистрибутив, который предлагает данный вебинар, называется Astra Linux. Ну и также я доступен по личной почте, если какие-то вопросы, пожелания, идеи, всегда рад пообщаться, открыть к общению, и личную почту вы можете лицезреть, еще в конце слайда она также будет. Ну и сайт специалистов тоже можно наблюдать здесь. Ну, во-первых, можно наш Центр увидеть на официальном сайте производителя, да, на Astra Linux.ru. Легко ищется. Ну, что, в общем-то, гарантирует то, что курс у нас действительно от первоисточника, и непосредственно общаемся и непосредственно контакты имеем с поставщиком курса, с разработчиками, поэтому всеми всех новостей. Что из себя представляет Astra Linux? Вообще говоря, продукты от USB-теха, которые охватывают и дистрибутив на базе Linux, ну и, собственно, средства виртуализации, которые позволяют изученное облако создать набором сервисов, которые вы можете предоставлять, предоставлять, соответственно, для обслуживания своих клиентов. Ну, во-первых, и основной темой нашего санглами сегодняшнего вебинара будет это дистрибутив операционной системы Linux, и она является платформой, на которой все остальные технологии, поставляемые вендором, базируются, собственно. И сам по себе дистрибутив, во-первых, зачем он нужен, чем он отличается от всего основного дистрибутива, который мы с вами до сих пор наблюдали. Могу сказать, что Astra Linux – это один из таких наиболее удачных дистрибутивов, наиболее интересных, и ключевым моментом, наверное, является факт, который всем нам известен, под названием импортозамещение. То есть мы поставлены в ситуацию, когда мы по тем или иным причинам должны использовать именно отечественную разработку. Ну, особенно, наверное, интересно в тех ситуациях, когда в силу санкций мы не можем больше использовать те продукты, которые возможно отрывки использовать, и которые используются для автоматизации наших бизнес-процессов. И другой момент – это, естественно, требования безопасности. Требования безопасности – это организации, которые работают с высокими уровнями секретности, организации, которые работают с гостайной, естественно, для них необходима подобная продукция. На самом деле, если сказать пару слов о самом дистрибутиве, сам дистрибутив, он аквазируется на известном дистрибутиве Debian. Соответственно, линуксовые дистрибутивы характерны тем, что они идут под лицензией GNU.GP. Соответственно, исходники предоставляются. И один из таких важных факторов, который необходимо принять во внимание, это то, что открытый код Debian для разработки дистрибутива на его основе под именем Astra тщательно анализировался на предмет отсутствия закладок, отсутствия брешь в области безопасности с работчиками дистрибутива Astra. Ну и если код прозрачен, код прозрачен, соответственно, может привлечь и гарантирует, что никаких потенциальных эксплуатов, заплаток и бэкдонов там нет. Код дополнен еще и уникальными разработками, которые делают этот дистрибутив действительно интересным для использования. Ну, что касается уникальных характерных для именно Astra разработок, это фирменный интерфейс Fly, который используется, интересно, наверное, в плане доступного использования этих систем, поскольку позволяет использовать графические приложения. И более интересным моментом является имплантированная в этот дистрибутив, в эту систему безопасности, которая является уникальной патентованной разработкой РУСБТЭХов совместно с ФСБ и совместно с Академией наук. Ну, о чем вы, в общем-то, можете информацию получить непосредственно на сайте разработок. То есть это, в первую очередь, средства криптографической защиты информации, которые расширяют и устраняют типовые недочеты таких моделей, которые используются в том же C-Linux, как модель Белла Лопадова, позволяя контролировать не только уровни доступа участникам безопасности, субъектам, процессам, поискам к объектам соответствующего уровня безопасности. Но, в общем-то, основные издержки, например, моделей построенных, систем построенных на модели Белла Лопадова, сводятся к тому, что имеется возможность передачи намеренной или случайной субъекту с высоким уровнем, субъектом с низким уровнем. Еще один момент, который интересен в плане использования выборок, использования именно этого дистрибутива, это поддержка оборудования. То есть дистрибутив поддерживает различные платформы от Intel, в совместимых x86, AMD64, поддерживается ARM-платформа, поддерживается BM System Z, поддерживается PowerPC, поддерживается MIPS-процессор и поддерживается отечественные разработки, соответственно, процессора Airbus. Ну и для каждой платформы аппаратные существует версия дистрибутива, которая названа по именам городов-героев России. Что касается стандартной x86, AMD64 архитектуры, точнее говоря, дистрибутива, которая нацелена на этой аппаратной платформе, это Астролинукс Смоленск и Астролинукс Орел, соответственно, цветовыми обозначениями, они тут отмаркированы. И по своей функциональной направленности дистрибутив имеет две редакции, редакция общего назначения и редакция специального назначения. OS-ON и OS-SN, соответственно, аббревиатура, которая характерна для спецназначения. Различие, в общем-то, бывает в пользу того, что в Астролинукс специального назначения используется патентованная система средств криптографической защиты информации. Обычное общего назначения система этой подсистемы не имеет. и может использоваться там, где нет необходимых дополнительных средств управления доступом поддерживать. Например, для доступных компьютеров, для обычных рядовых пользователей. Для тех систем, где необходимо, мандатный доступ поддерживает. Соответственно, мы имеем дистрибутив специального назначения. Таким образом, в сухом остатке мы имеем, что Астролинукс – это российская операционная система, которая построена на свободном дистрибутиве. Соответственно, коды самой системы можно посмотреть. Гарантируется, что код проверен на предмет благонадежности и может использоваться доверенный, что гарантирует производитель. И включает запатентованные, уникальные и доступные в рамках дистрибутива спецназначения средства защиты информации. Разработка системы ведется ведущей компанией на российском рынке с 2008 года. Это АОН по Росбитех. И к разработке, в первую очередь, криптографической защитой информации привлекались Академия ФСБ и Институт системного программирования Российской Академии Наук. Кстати, МПО Росбитех является почетным серебряным членом Ассоциации Linux Foundation. Как известно, в 2000 году Linux Foundation, независимый микро-менеджерским консорством, который поддерживает разработчиков фокус-служа, соответственно, организует мероприятия, организует обучение, организует сертификацию специалистов в области на разработке открытого программного обеспечения. Соответственно, что касается преимуществ Астра, для использования, например, на российском рынке, во-первых, она сертифицирована всеми имеющимися регуляторами рынка, это ФСБ, это ФСТЭК и Минобороны, и обладает сертификатом вплоть до уровня совершенно секрета. По большому счету, удовлетворяет всем потребностям организации, которые работают с высокосекретной информацией и, в общем-то, даже превышает требования, которые очерчены этими регуляторами, в том числе ФСТЭК. И математическая модель, которая лежит в основе криптозащиты, соответственно, на которой построена система криптографической защиты информации, она уникальна, уникальная российская разработка, как я уже говорил, имеется на нее по теме. Ну, кроме того, что криптозащита, собственно, разработка, я уже упоминал, что рабочий стол в Astra Linux, который вы можете использовать наряду, и вместо KDE Plasma, не исключено возможности использовать, это Desktop Fly, который вы тоже можете использовать, и который интегрируется с интерфейсом, взаимодействием с системой криптозащиты. Ну, собственно, что из себя представляет Astra, такой у нее монитор, такой вот рабочий стол, и цвет рабочего стола, на самом деле, позволяет отобразить уровень пользователя, который вошел в данную систему, в зависимости от уровня конфиденциальности, соответственно, у вас будет изменяться цвет рабочего стола. Ну, и адаптируем для корректной работы на всех поддержанных платформах, соответственно, типах и размерах экрана, в том числе планшетная версия тоже весьма удобна, весьма с точки зрения изобилийте функциональна. Что еще предоставляет нам этот дистрибутив? Ну, кроме того, что мы получаем операционную систему, в принципе, знакомую любому поиску Linux и Unix, поскольку все интерфейсы, в общем-то, и все способы администрирования знакомы, она предоставляет еще и целый набор программного обеспечения, которое вы вместе с дистрибутивом получаете, получаете право на iOS пользователь. Разумеется, доступна к свободному скачиванию система дистрибутив общего назначения, дистрибутив специального назначения, она лицензируется и, соответственно, является платным продуктом. Но вы получаете доступ к всем средствам, всем программным сервисам, которые позволяют вам построить нормальное, такое полуфункциональное IT-инфраструктуру предприятия. В общем-то, подобную тему, что мы строим, что мы строим на базе пропоритарных продуктов, вроде того же самого Microsoft. Но зачастую, зачастую, если вы используете пропоритарное программное обеспечение, то далеко не все серверные роли входят в состав самого дистрибутива операционной системы. Да, какие-то входят, как, например, на кассовских операционных системах, это инфраструктурные сервисы, вроде DNS, DHCP, возможно, ИИС. Но более широкого функционала или какие-то подсистемы, которые позволяют наладить документы, наоборот, почтовую систему, все это отдельные продукты, которые требуют отдельного лицензирования, отдельной оплаты. Здесь вы составили дистрибутивы, получаете, они входят в своем виде дистрибутива. Соответственно, вы можете получить и обеспечить переход, скажем, пропоритарных средств построения инфраструктуры, в том числе безопасность, например, доменная структура, LES Active Directory. Вы можете подобную же структуру построить на базе дистрибутива Astra Linux. Соответственно, у вас также Kerberth с лутапом может использоваться, у вас может и iPad использоваться, и у вас может аналогия Active Directory, соответственно, использоваться на платформе Samba, на платформе Kerberth и лутап. Ну и почтовая система. Почтовая система также на базе знакомым всем Exim тоже может быть настроена по аналогии, которая предоставляет, по крайней мере, базовый функциональность любая сторонняя почтовая система. По сути, вы можете, кроме сетевого управляемого домена, который позволяет реализовать централизованную идентификацию, аутентификацию, централизованное управление ресурсами, еще дополнительные возможности в плане безопасности, обусловленные мандатным ограничением доступа получить. Причем, с помощью доверенной подсистемы, которая разработана именно российским производителем, то есть, которая отвечает всем требованиям регуляторов ранее упомянутых. По большому счету, доступ к любым веб-ресурсам в такого рода домене можно настроить в зависимости от уровня секретности документа и от ранга сотрудника, от уровня доступа к рантовому сотруднику. Собственно, сотрудник с низким рангом, с низким уровнем секретности не будет иметь возможность получать доступ, не будет видеть два сети файла с высоким уровнем. Соответственно, при этом, имея возможность заходить совершенно в любые папки системы, если это необходимо. То есть, мы можем на уровне файлов, на уровне папок определять на уровне объектов уровни секьюрности. На самом деле, мы можем даже контролировать безопасность на уровне потоков данных. Собственно, за это отвечает модель, модель, которая имеет аббревиатуру на МРОЛ-ДП. И, соответственно, модель предполагает реализацию мандатной сущностной ролевой модели с контролем уровня доступа к потокам информации. Что касается мандатного контроля доступа, который реализован в данного рода модели, но в процессе установки, на самом деле, операционная система специального назначения, у вас режим мандатного контроля доступа для операционной системы по умолчанию включен. По умолчанию задается максимальный уровень целостности, 63-й в данном случае на этапе загрузки системы. В общем случае, администратор системы не является, поэтому администратором безопасности для любого изменения параметров, включающих за ключевые функциональные особенности системы, в том числе для настройки безопасности, вы можете задавать отдельный уровень привилегий для каждого из сервисов. В общем, поддерживается 8 отдельных уровней и может использовать их комбинации. Как это все выглядит? Для того, чтобы познакомиться, первое знакомство с системой получить, я развернул виртуальную машину, мы можем зайти, и когда мы входим в систему, мы можем выбирать сессии безопасные, десктопный вариант. Соответственно, если у нас система установлена на мобильный и планшетный компьютер, то адаптация десктопа будет к нему. И когда мы используем систему специального назначения, нам предлагается в зависимости от ситуации, в зависимости от того, с каким уровнем секретности мы хотим работать на этой системе, выбрать уровень процеденциальности, уровень целостности и опционально видеть категорию, если есть. Если мы хотим работать с данными, обрабатывать данные в высокой степени безопасности, соответственно, уровень целостности будет выбран высокий. Но на самом деле для пользы, для пользы мы можем задавать для каждого отдельно взятые и уровни конфиденциальности, минимальные и максимальные, и уровни целостности. Но если вкратце, что из себя представляют эти компоненты, эти уровни, как они соотносятся. Но в общем случае уровень процеденциальности и уровень целостности, вот эти первые два атрибута, которые вы видите на слайде, это атрибуты, которые отвечают за конфиденциальность информации, за то, чтобы информация не утекала к тому, кто не имеет полномочий на доступ к этой информации. В общем случае уровень конфиденциальности вы можете, вы видите, что они имеют русское название, в принципе вы можете их создавать, если у вас данные полномочия существуют, для категоризации тех типов информации по степени секьюрности, с которой вы на предприятии работаете. Типовой пример использования уровня конфиденциальности это степени, которые используются для назначения уровня секретности документов или сущности, если говорить терминами модели безопасности. Это может быть не секретно для доступа к пользователю с любым уровнем. Это может быть для служебного использования, это может быть секретно с повышением, да, это может быть совершенно секретно. Но если мы даем некий ранг ранжирования информации применительно к документам, к объектам, скажем, файловой системы, то мы естественно должны соответствующий уровень доступа к этим документам назначать персоналу. То есть каждый персонал может запрашивать доступ к объектам определенного уровня безопасности только если соответствующий уровень допуска имеется. очевидно, что персоналу с уровнем доступа для служебного использования будет разрешено читать документы уровней не выше для служебного использования, но при этом они получают естественно возможность получать доступ к документам низших уровней, не секретно, например. и важное добавление, которое может быть не очень очевидным, персоналу с уровнем конфиденциальности секретно, совершенно секретно, будет запрещено передавать персоналу с более низким уровнем доступа документы, которым они, эти высокосекьюрные пользы, имеют доступ. то есть вы не можете обладая уровнем конфиденциальности секретно передавать информацию, передавать документы этого уровня пользователям с низким уровнем доступа. Ну и категории конфиденциальности мы можем разрабатывать для управления доступом руководства руководства в общем-то они есть. Мы можем использовать для более детального управления доступом, добавление к разделению по уровню конфиденциальности, используя еще и разделение данных по категориям конфиденциальности. Как правило у нас несколько рабочих процессов, несколько бизнес-процессов, каждый из которых работает на каким-то проектом определенного уровня секьюрности. В рамках бизнес-процесса, в рамках рабочего процесса организации, скажем, исследовательский отдел 1, исследовательский отдел 2, есть ранжированная информация по уровню секретности, которой может любой сотрудник получать доступ или для служебного использования, или уровнями особо секретно, секретно совершенно секретно. Но все эти уровни могут определены для проекта 1, для бизнес-процесса 1 и для бизнес-процесса 2, то есть мы имеем категории, поэтому представитель одной категории, то есть пользователь, работающий над проектом 1 и имеющий там доступ, допустим, совершенно секретно, он может в своей категории данных получать этот доступ, но он не может на чужой проект получать этот доступ. То есть мы можем на самом деле вот этот момент использовать для чего? Для того, чтобы не было возможности передавать несанкционированную информацию за пределы своего рабочего процесса. Что касается целостности, что касается целостности, этот атрибут отвечает за то, чтобы информация не могла быть изменена ни тем, кому не положено эту информацию соответственно менять. То есть информация должна меняться только легитимными импульсами, которые имеют на это право. В принципе атрибут, который известен как уровень целостности, он отвечает за безопасность самой информационной системы. ну и когда мы рассматриваем в принципе мандатный контроль доступа, мандатное управление доступа, она включает в себя такие понятия как субъекты мандатного доступа и объекты. По большому счету, все эти уровни конфиденциальности и целостности, они определяют взаимоотношения между субъектами, субъектами являются активные сущности пользователей и процессы, которые в контексте этих пользователей запущены и запрашивают информацию. И объекты или сущности это файлы, каталоги, это те объекты, с которыми или на которые запрашивают действия субъекты. То есть взаимодействие в общем случае между процессами и файлами, да, или объектами файлов, с теми файловными каталогами. В большом счет, то при соответствии уровня обмен информации возможен и ниже, но субъект с низким уровнем не может получать доступ на объект с более высоким уровнем. Если мы заходим с высоким уровнем как субъект, мы видим, что фон рабочего стола покрашен красным цветом и уровень соответственно можно отобразить в трее. Метка субъекта поиска, который вошел в частности. Уровень целостности поиска и процесс. Назначенная роль если тоже отображается. Здесь мы можем собственно будучи привилегированным поиском с высокими уровнями мы можем получать доступ к политике безопасности через панель управления безопасности и смотреть какие у нас атрибуты мандатного доступа существуют. Они делятся общий план взять на категории уровня целостности уровня конфиденциальности о чем собственно речь только что шла. Категории конфиденциальности по большому счету определяют ареалов и рамки в которых субъекты могут получать доступ на объекты сообразно уровню конфиденциальности своими. Но в пределах своей категории. соответственно уровень конфиденциальности мы можем задавать изменять переименовывать существующие добавлять свои в зависимости от необходимости сколько уровней сколько уровня секьюрности вы хотите применить в своей информационной системе для ранжирования документов по степени безопасности. Уровень целостности максимально у нас 63 нулевое соответственно низкий. Уровень целостности отвечает как я уже говорю за то чтобы информацию не могли менять те кому не положено. Если на примере все это показать в общем случае мы можем определить политики. например если мы запрашиваем запись на объект соответственно запись на объект имеющий мандатный атрибут мандатной метки мандатного контроля доступа здесь сравнивается запись будет разрешена при условии если уровень конфиденциальности субъекта будет равен уровню конфиденциальности объекта и при этом категория конфиденциальности субъекта будет равна категории конфиденциальности объекта то есть вы можете претендовать на операцию записи только если вы пользу определенного уровня с определенным уровнем доступа на документы с не меньшим уровнем доступа в своей категории если они принадлежат вашему процессу а не чужому ну и соответственно при этом чтобы не было нарушения целостной информации уровень целостности субъекта на который вы хотите писать должен быть больше или равным уровню целостности объекта чтобы не было повреждения информации соответственно пользователями с низким уровнем процессами с низким уровнем целостности то есть чтобы писать ваш уровень целостности должен быть выше или равен уровню целостности объекта но никак не ниже и операция чтения и если мы говорим о процессах в исполняемых файлах исполнения будут разрешены если уровень конфиденциальности субъекта процесса или пользователя будет не ниже уровня конфиденциальности объекта на который мы хотим читать или запустить на исполнение больше или равен то же самое категория должна быть по крайней мере не ниже как минимум равна от той и выше категория конфиденциальности объекта который вы хотите читать или запустить на исполнение но при этом разрешение не зависит в данном случае от значения уровня целостности субъекта объекта потому что вы не нарушаете его целостность операциями чтения для примера для примера небольшого практического если мы хотим в принципе включить мандатное управление мандатное управление что мы тут можем с вами сделать но для включения пара включения вы должны в принципе выполнить вход в систему специального значения с учетной записью пользователя пользователя который может эти манипуляции делать ну как минимум уровень доступа ноль не иерархит категория нету уровень целостности высокий уровень целостности высокий соответственно позволяет вам вести операции записи в том числе в конфигурационные файлы ну прямо или через графический интерфейс для изменения настоек систем поэтому если вы зашли красный подсвечит что у вас уровень целостности высокий вы можете войти в мандатный контроль целостности сюда и установить его установить его как вы устанавливаете у вас идет обработка файлов в принципе в конфиге кстати говоря утилита flyadmin.smc отвечает за это обрабатывается объекты файловой системы согласно конфигу и согласно выбору на которые мандатный контроль должен распространяться ну и соответственно запрещать обработки временной файловой системы просто нету нету таких на данный момент ну соответственно начать работу и задавать приоритеты менять может только пользователь с высоким уровнем целостности с низким естественно не может так обработка произошла прекрасно мы видим что у нас установлен целостность контроль целостности файловой системы если мы выйдем отсюда и зайдем под тем же пользователем только с низким уровнем целостности что не позволяет этому пользователю повредить систему если не уровень выше фон рабочего стола будет голубым соответственно говоря о том что вы зашли с низким уровнем целостности как субъект и не можете претендовать на запись в объекты с высоким уровнем поэтому читать вы конечно можете потому что при оправе с решением они как бы на целостность вообще никак не влияют панель управления вы естественно откроете безопасность на политику безопасности но при попытке при попытке что-то здесь поменять скажем так переименовать уровни у вас нету возможности переименовать у вас нету возможности создать то есть изотонирование в отличие от пользы с высоким уровнем если вы опять же пользователем позволил его пользу можете задать минимальный и соответственно максимальный уровень метки категории в рамках категории очень высокий здесь появляется возможность изменять настройки системы влияющие на ее целостность во-первых мы включили все это хозяйство мы можем посмотреть категории целостности конфиденциальность можем переименовать соответственно сообран своему уровню только можем создать свой добавить пример собственно что из себя представляет мандатный контроль целостность реализованный в виде модели МРОС МЗП и чем полезен может быть специфичный для системы уникальный интерфейс флай тем что он интегрирован с системой мандатного контроля целостности собственно сама модель реализована как я уже говорил МРОС МЗП это мандатная сущность ролевая модель управления доступом и информационными потоками ДПМ модель и реализована в составе AstroLinux специальное назначение модель она реализована в виде подсистемы парсек которая базируется на модулях LSM которые могут использоваться для подключения функциональности к стандартному ядру линук атрибуты мандатного доступа собственно что я себе представляю мы с вами рассмотрели в первом приближении более подробно можно посмотреть документации доступно на сайте и естественно доступны курсы для обучения администраторов и пользы администраторов в частности администрированные по системе безопасности чем характер еще хорош дистрибутив как я уже говорю для полноценной работы вам необходимо кроме серверной платформы еще набор программно обеспечения как серверного так и поискового все эти продукты такие как сервер баз данных постгрейск и почтовый сервер и офисный пакет кстати кроме либер офиса еще сейчас ведется интеграция и сотрудничество с отечественными заводами это проект мой офис который можно сопоставить с таким программным монстром как SharePoint портал от Microsoft который позволяет наладить документы оборот позволяет совместное совместно работаемым документами реализовать управление версиями исправлениями ну и много чего интересного в общем случае резюмируя все вышесказанное это неплохой дистрибутива которая решает одновременные вопросы импортозамещения и вопросы информационной безопасности заставляя дополнительные траты нести и включает еще целый набор интересных продуктов позволяющих вам аналогию LES Active Directory Microsoft реализовать полноценные почтовые системы и документы оборот ну и линейка курсов что нам предлагают и что мы как авторизованные учебные центры можем предложить ваше внимание ну во-первых всю линейку курсов можно разделить на две категории это поиски курс конечный поиск сотрудник которому необходимо использовать систему для автоматизации своих бизнес-процессов для редактирования документов ну и так далее как обычный настольный листок но для этой цели существует курс 1 Astro Linux для поиска двудневный ну в общем-то предупрежденная подготовка я бы так сказал уметь пользоваться компьютером базовая компьютерная подготовка должна быть и административная линейка она нацелена на администраторов в первую очередь на энтузиастов кто хочет познакомиться но поскольку система предполагает работу в сети и в конечном итоге развед на институт сервисов то конечно же базовое представление IP-базерных сетях необходимо иметь поэтому рекомендуется но вообще говоря администрая линейка начинается с курса 2 Astro Linux Special Edition 16.02 апрелятура используется но поскольку 0.1 чисто поиски то администрая линейка начинается с второго курса базовое администрирование если вы не позиционируете как просто поиск то в принципе можете начать если вы в принципе имеете какие-то навыки администрирования в целом то это курс для вас это базовое администрирование 3 дня аннотации можно на сайте и специалисты на официальном сайте Astro Linux Aria Castile Education получить но дело в том что возникает вопрос а почему у одного учебного центра контент отличается от того что мы выложили мы как бы свое не выкладываем мы на самом деле выкладываем контент в полное соответствие соответственно с тем что нам предоставляет разработчик собственно Astro Linux Aria если контент не соответствует значит учебный центр попросту использует старые версии курса или какие-нибудь там неавторизованные версии на свое усмотрение то есть легко проверяется просто идите на официальный сайт смотрите авторизованно ли в данный центр вообще говорят читать эти курсы и сверяйте контент курса который вам предлагается ну и следующий курс естественно линейка это расширено администрировано большее время дается на более детализированное изучение предметной области но на самом деле на курсе мы посмотрим на первую базу какие приемы администрирования учитывающие специфику Astro в частности interface fly рассматриваются опции установки развертывания операционной системы сетевое администрирование касательно развертывания сетевых сервисов которые идут в составе дистрибутива охватываются четвертым курсом 4 дня идет и курс который нацелен на специальные возможности на в полной мере работу с системой контроля доступа с мандатной под системой защиты информации это курс 5 ALSI 16.05 он пятидневный пока он находится в разработке ну я надеюсь в ближайшее время мы его сможем получить если какие-то вопросы по этому материалу есть пожалуйста с удовольствием отвечать да у вас есть возможность получить во-первых общего назначения система совершенно бесплатно что касается специального назначения в рамках курса вы получите для изучения соответственно реальность других на чем мы будем с вами тренироваться поэтому здесь для обучения нам предоставили обещают предоставить предоставляют все будет нормально мы не останемся без предметной области то есть это не просто не какой-то теоретизируем а ручки подроби вот такие примеры как я показал в прямом продвижении в принципе можно будет посмотреть ну и если будут возникать вопросы какие-то идеи предложения пожалуйста всегда открыть общение можно если какие-то вопросы возникнут за рамками писать с удовольствием отвечу постараюсь по крайней мере подоставить вам информацию поскольку также сотрудничаем и общаемся непосредственно с разработчиками с Астролинкс спасибо за внимание рад был познакомить с относительно новым продуктом интересным с астролинкс спасибо за внимание